Валентина Николаевича Татубалина Я не помню точного названия, но что-то типа «Теология и теория вероятности». Ну и, грубо говоря, в моем как-то пошлом изложении основная идея доклада, что теория вероятности – это некая высокая наука, которая парит в эмпиреях. А когда ее применяют на практике, то ее пускают в грязь, не очень заботясь о том, что те предположения, которые есть в этой самой вероятности, они выполняются или нет. И это приводит иногда к совершенно порочным даже результатам. Вот, к сожалению, Валентин Николаевич заболел и в самую последнюю минуту не смог прийти на семинары. Поэтому я говорю, я… Да, но может быть, моего доклада… Он мне прислал этот доклад полный, стирал. Может быть, этот доклад мы даже выложим. Борис Тадорович, он выложен. А? Уже выложен. Выложен даже? Да, он мокается. А, ну замечательно. Я очень рекомендую вам. Это совершенно неинтривиальная точка зрения. А еще надо сказать, Валентин Николаевич Татубалин когда-то, еще я не помню точно, в какие-то 80-е годы написал такую брошюрку замечательную. Это тоже, чтобы назвать им что-то о неправильном применении теории вероятностей. Там границы применения. Границы применения, да. И она была полна примеров того, как теория вероятностей, как ее применяют, не заботясь о том, что выполнено там исходное предположение о случайности, независимости, одинаковости распределения и так далее. И что, в общем, практически все применения теории вероятностей, они неправильные. Что, в общем, я думаю, каждый из людей, который применял нечто теоретико вероятностное, испытывал такое чувство. Ну вот, теперь, возвращаясь к моему докладу, значит, вы видите, это совершенно для меня, я с этим никогда еще не выступал, а дело в том, что мы делаем одну практическую работу, которая связана с построением множества парада. И вот это вот, это наши сотрудники из Института управления управления, которым мы в этом принимали активное участие. Я не специалист по многокорритериальной оптимизации. Здесь есть, то есть вообще, есть люди, которые там занимаются всю жизнь, ну, и тут как-то у меня такое вторжение, ну вот, в частности, Александр Владимирович Лотов делал доклад, Саша, у вас, наверное, на кружке, да, вот он как-то профессионал в этой области. Ну, тем не менее, я прошу меня простить. Значит, и я использую, видите, вот, эта терминология, типа парада-сетт-дискавери, ну, вот, принятая там такая терминология, и поэтому я прошу прощения, вместо того, чтобы попросту сказать, что построение множества парада, это, ну, хорошо, значит, о чем я буду рассказывать, что сначала про задачу многокорритериальной оптимизации, по словам, потом про множество парада, как его строить, и вообще, как, собственно, потом принимать решение, но об этом совсем не коротко, и дальше, вот, про это самое множество парада будет, в чем задача. Теперь и главный факт будет, что вот есть простые случаи, а именно линейные и квадратичные, новые, собственно, существенно новые, вот, вот, квадратичные случаи, когда эту границу множества парада можно построить явно. И, то есть, не границу множество парада, а просто множество парада. И потом, какие вот те случаи, когда мы можем аналитически ее построить, а это способы, как ее строить численно. И некоторые, связанные с этим вопросом, о визуализации, о том, как же все-таки какие-то подходы к выбору решить. Ну, хорошо, множество парадов мы построили, а что потом? Какое же выбирать решение? Вот это мы будем ритм, это самое, это рельфов, рельфов импортансов парада пояса, как бы веса, которые приписываются точкам парада, и результаты счета. Ну, это вы можете и не читать, это общие слова про то, что такое критериальная оптимизация, как она важна, и сколько там издается всяких журналов, конференций, и что все это восходит, значит, к параду, к 1906 году, который предложил вот это понятие, и так далее. Значит, если у вас какие-то вопросы, давайте. Так, это все не смысл. Так, теперь в чем же задача? Значит, вот у нас есть какое-то множество, в альмерном пространстве все дело происходит, у нас есть набор из M функций, показателей качества, и мы хотим вот такой много критериальной, F это вектор с этими компонентами, мы хотим такую многокорритериальную задачу решить. Что такое решить многокорритериальную задачу, естественно, это вообще говоря, в этом можно передавать самое разное. смыслы, вот это все называется много критериальной оптимизацией. Ну, важно, что у нас есть понятие множества Паретов. Паретов, точки Паретов это такие, что для них нельзя найти точку, которая лучше по всем критериям. Это совершенно очевидное понятие. И как бы совершенно естественный подход. Как мы уж среди этих точек Паретов будем выбирать, это наше дело потом. А ясно, что только среди точек Паретов и стоит выбирать вообще оптимум. Потому что, если у нас есть другая точка, вот мы только предлагаем решение, есть другая точка, в которой решение лучше по всем показать данным качествам, то зачем нужна эта точка. Вот. Ну и вот, значит, наша задача описать это само множество Паретов. И множество Паретов, оно в пространстве уже критериев точка. А эта точка в пространстве исходных переменных х. Ну, хорошо. Теперь, как его строить? Значит, самый естественный подход, это скалеризация. Если мы возьмем линейную комбинацию наших критериев и найдем ее, просто решим задачу минимизации просто одной функции на нашем допустимом множестве Q, то ясно, что эта точка будет точкой Паретов. Другое дело, что, к сожалению, не все точки Паретов получается в результате решения вот этих линейных сверток. Ну, другой простой способ. Накидаем побольше точек в само множество, вычислим на них все наши функции и отберем среди этих конечных точек, те, которые являются границей Парета вот для данного конечного набора. И самый, в общем, общий подход с нами. Это что вы можете так увидеть, что точка является границей? Случайная точка? А, нет, она не случайная. Мы не говорим, что она является границей, мы просто, значит, это будет дальше говориться. Вот если у нас конечный набор точек, допустимых точек, у каждой точки вычислены M функции, мы их просто, например, мы делаем вот что. Мы берем первую точку и с ней сравниваем остальные. Ну, это плохой способ, но не важно, как это организовано. Если мы находим точку, которая превосходит нашу точку по всем критериям, мы ее выкидываем, первая точка. И с выбранной этой новой точкой мы продолжаем то же самое делать. Остаются точки, которых, их довольно много, может быть, которые не доминируются по всем критериям. Вот это и есть граница Паретта конечного множества точек. Все. И последнее, это, значит, уточнение множества факта. Ну, такая терминология, я, конечно, прошу прощения. Значит, что мы сначала построим вот такой-то религиозный Пареттевский множество по конечному множеству точек, а потом начнем его сдвигать и улучшать, и уточняем. Ну, какими способами это делается? Миллионные способа. Хорошо. Теперь, значит, что вообще с тем мы сталкиваемся? Что вот само это множество Паретта, мы увидим на примерах, оно устроено чрезвычайно изощренным способом вообще. Вот, скажем, для задачи квадратичной, с квадратичными функциями на шаре, это множество, оно не связано бывает, оно не выпукло, в общем, все что угодно. Теперь, и если оно даже хорошее, то оно еще будет не гладкое и так далее. Теперь, значит, часто мы про эти самые наши критерии, мы только умеем вычислять точки и больше ничего. И, наконец, оказывается вот что, что вот этот подход набрасывания точек, он неэффективный. Значит, я опять же буду только примером, что если мы набросаем в многомерном пространстве, ну, скажем, в кубике мы набросаем, что краница Паретта по этому конечному множеству точек будет очень далека от Принципа Паретта, от всего кубика. В многомерных пространствах эта разница просто шокирующая, насколько плохо конечные такие выборки приближают множество, большего размера. Ну и потом последнее, вот, decision making. Ну, а что, собственно, дальше нам с точками Паретта делать, как из них выбираем самое лучшее, что мы предлагаем в качестве решения. Ну, это общие проблемы, которые для многокритериальной оптимизации. Это вот пример действительно. Значит, что это такое? Значит, это был, может быть, помню, кубик, значит, кубик или шарик, это был шарик, да, это был шарик. Шарики, на шарике две квадратичные функции. Вот эта кривая, это истинное множество Паретта. Как его устроить, я потом расскажу. Это вот точки. Мы просто набросали шарики, точки равномерно, равномерно случайные точки набросали. Видите, все эти точки, если по ним построить там аппроксимацию, они очень далеко, границы Паретта. И, более того, вот, если это самое, брать линейные спирали, вот эти куски множества Паретта мы восстановим, а вот этот, не выпуклый кусочек, это никак не восстановлен. Так, теперь, значит, всякие аналитические, все-таки, способы. Это теорема, по-видимому, она, в общем, это, грубо говоря, теорема Куна-Такера. Значит, для многокритериальной оптимизации она заключается в том, что если у нас, значит, вот у нас эти функции Паретта и Хемштук. Возьмем вот такую линейную свадку, как в множестве килограмм, жар, игроки, когда играют в множестве килограмм, что. Потом, значит, если, говорится, что если Х0 это точка Паретта, то производная, то тогда найдутся игроки такие, что производная вот этой функции в точке Х0 принадлежит нормальному конусу к множеству Ку, абсолютно множество Ку, это у нас происходит, вот этот нормальный конус в точке Х0. Ну вот это такая, я пишу это, значит, вот потом я действительно уже нашел что вообще в исходной статье Куна и Такера в 51-м году, где они правила множества килограмм же просто вводят, доказывают теорему Куна и Такера, они рассмотрели, там есть и раздел многокритериальной оптимизации, и этот результат по существу там есть. Ну вот, так вот, оказывается, что уже из этого описания можно много извлечь. Значит, вот неправильно было бы говорить, что давайте искать минимум этой функции при фиксированном ифрике будем искать минимум этой функции вот этой свертки по Х. Тогда действительно в точке минимума выполняется вот такое условие, и это правда, и мы получим точку Паретта, но не обратно. Есть много точек Паретта, которые вот этому условию предотвставляют, но они не являются результатами минимизации этой функции. И это небольшое замечание позволяет достать нам. Теперь вообще есть, ну, давайте теперь перейдем к частным случаям, когда все просто. Особенно простой случай, когда F и T это линейная афирменная функция. Тогда собственно у нас есть линейный образ, если наше множество Ку выпукло, то у нас есть линейный образ выпукло множество, это выпукло множество, это часть границы это множество Паретта, и вообще там как если скажем наш Ку это многогранник, то его линейный образ тоже многогранник и в принципе ну там какие грани этого многогранника отвечают на ступор это легко там сообразить, у которых нормальный имеет соответствующий знак. И в общем в принципе для этого случая решение очевидно. Но иногда вот значит вот когда это множество это кубик, а эти функции линейные это так называемый зонотоп, этот образ, образ кубика при линейном образе, это образ называется зонотопом, он вообще как его строят есть специальные программы и в частности вот это в аналитическом виде как бы значит когда у нас вот наше множество это единичный кубик в семимерном пространстве функций у нас две так что вот этот образ это двумя на плоскости и вот значит вот образ всего множества образ всего кубика это такой многолугольник и вот его парадовская часть она выдана на черное и это легко так что когда у нас кубик все просто и в общем некорректный переворот не нужно вот но теперь более интересный случай квадратичного отображения пусть у нас все функции квадратичные а должство наше это шарик тогда значит вот что дает вот та теорема Куна-Тайкера наша функция имеет такой вид где а еберк это линейная комбинация матрица в еберк линейная комбинация векторов b теперь вот это необходимое условие что оно означает что это нормаль к шару к точке x0 то есть вот как правая часть устроена значит нам нужно решить вот такое уравнение уравнение откуда нам найти эту лямбда ведь этот значит вот сам наш вектор он должен быть сам x должен быть на границе шара то есть у него норма должна быть равна единице ведь вот такое уравнение это получилось у нас уравнение с одним переменным с лямбдой с одним переменной и значит если мы его решим как как-то вот это уравнение то мы по нему поэтому лямбда значит мы восстановим x и это будет кандидат на множество квадрата но теперь еще деталь как такое уравнение решать в общем дело в том что эта функция она устроена не очень хорошо у нее такие разрывы и ямбд штук но в общем можно значит вот если сделать перевести в координаты значит которые образованы собственными векторами вот этой матрицы а и как перевести ее диагональному виду и вот эти собственные значения вот так то получается в этих переменах получается вот такая картина и задача сводится к решению вот такого одномерного уравнения пулянта оно имеет значит несколько битвей ну и больше чем n битвей тут легко написать просто численный метод который действительно дает решение их н штук и вот значит что важно что во-первых нам нужны только лямбда вот если посмотреть нам парадическое множество оно отвечает от случаев когда у нас эти лямбда должны быть отрицательными то есть нам не все решения по уравнению нужны только с отрицательными лямбда и ну вот значит мы вот так восстанавливаем саму точку парадовского множества вернее гендарную точку она удовлетворяет необходимому условию и вот такая герката это собственный вектор в этой матрице столбцы матрицы вот и так мы можем строить парадовское множество для квадратичных отображений вот пример и вот видно на этом примере видно как вообще причудливо устроено квадратичное отображение значит смотрите что это такое всего лишь трехмерный шарик и мы берем его образ двумерная двумерная образ при квадратичном отображении каждый компонент квадратичный значит вот вот эта граница точки набросаны чтобы просто было видно что там множество желтых точек это точки границы там отдельно вопрос нам интересно чем вообще граница порождена граничными точками шарика или нет вот теперь паретовское множество состоит вот из этих трех кусков и вот они здесь все восстановлены как видите в общем для квадратичных отображений значит для квадратичных отображений мы умеем по существу строить паретовское множество вернее вот что тут по ходу дела другие точки как кандидаты на этого парет мы потом вот из тех точек которые у нас кандидаты мы вот с помощью той процедуры о которой я говорил до конечного множества точек мы ее применим и берем истинного истинного аппарата хорошо теперь значит наука права у нас отображение не лилийное и не квадратичное ну и что делать в этом случае ну я говорю этого я уже по сути говорил значит напрасывание просто точек множества значит вот это паретто фильтр это мы последовательно предлагаем новые кандидаты аппаратой сравниваем с предыдущими и включаем или не включаем новые точки и выкрасываем или не выкрасываем старые вот и вот это вот уточнение паретовского множества это когда в принципе ну вот это как устроен вот мы называем паретовский фильтр значит вот когда у нас есть вот к точек которые выбраны по предыдущим вычислениям они значит образуют приближение вот паретовскому множеству теперь пришла новая точка мы вычисляем вот все функции приятного значения эти самые и мы смотрим если эта новая точка она доминирует доминируется какой-то из прежних точек мы ее выкидываем если найдется из старых точек лучше чем по всем показателям чем эта то мы выкидываем эту новую точку Иначе в противном случае мы отключаем. А наоборот, старый мы иногда выбрасываем, если точка новая, Z, доминирует на какой-то сеть старых, мы этот старый выбрасываем. Вот и все. И это очень просто, вычислительно реализуется. И очень быстрая процедура последовательного уточнения. Вот как она работает. Это тот же самый пример. Я уже говорил, что мы сгенерировали много-много точек равномерно. Мы взяли их, вот Паретовское приближение, Паретовская граница, этого конечного множества, вот вычислено с помощью этого последовательного алгоритма, который я говорил. И вот истинная граница Паретова. Видите, какое огромное расстояние до истинного Парета. Это эффект многомерности. Это здесь размерность всего 10, может 7. Эти эффекты, в общем, уже для малой размерности. То есть, вот эти точки плохо заполняют наше множество исходное. Это известная, вполне известная вещь. Это я к тому, что просто, еще раз, к тому, что просто выборка точек множеств, она плохо аппроксимирует его границу и плохо, в частности, Паретовское множество аппроксимирует. Теперь, вот, введем такое понятие, вот, RIP, Relative Importance Паретовое множество. Значит, это вот что такое. Ну, представьте себе, что у нас заодно уже много точек. Мы смотрим, вот, вот точка, которую мы отнесли к Паретовскому множеству, вот эту дискретную систему точек. Если оно лучше, чем очень многие из этих начальных точек, то мы ему припишем, вернее, мы ему припишем вес, сколько точек мы выкинули, благодаря... Сколько точек оно доминирует, вот это будет весом нашим считаться. И вот ясно, что если точка доминирует много других точек, то вот у нее вес вот этот, вес большой. А в данном случае нет. Теперь это можно все сделать в таком режиме онлайн. Не поступает точка, у нас уже есть в Паретовской границах с весами, как нам... Вот мы ее предположим в Биле, новое Паретовское множество. С каким весом? Ну, в зависимости от того, сколько она продоминировала из тех точек Паретов и с учетом их весов. Ну, например, я не буду давать себе там. Смысл вот этого понятен. Вот опять тот же пример. Значит, вот, это просто набросанные точки, это вот по ним посчитанная дискретная граница Лепа Паретта. И вот здесь написано веса. Но они плохо верны, но вот, скажем, здесь 19, здесь 12, здесь 2. Вот видно, что эти точки, вот эта центральная часть, она с большими весами. Ну, потом здесь мы уже уточнили и пришли к истинной границе Паретта. Вот эта точка оказалась, у нее самый большой вес. Значит, это определение ни на что не претендует, ни на какую науку. Вот оно кажется просто довольно естественным, и не более того. Да, все-таки еще один вопрос. Вот с каждого точек, который включается в это множество, вес не будет обувать? Нет, у нее вес всегда возрастает, то есть вес у нее будет больше и ранен, чем ту точку Паретта, которую она выкинула. Если она включена, нет, вернее так, если она никого не выбросила, то ей припишется вес 1. Если она выбросила, то вот сколько мы выкинули и с какими весами были эти точки, вот все они в сумме перейдут к ней. Вот такая вещь, то, что вы выкинулись случайно, она не выкинули. Да, это то, что имеет некий статистический смысл тогда. Надо же сквозь, грубо говоря, если бы кидали до тупенья. Ну имеем, но это объем множества, которые... Доли. В общем, я еще раз хочу сказать, что это не на что-нибудь претендует. Борис Павел Александрович, а вот новая точка она сравнивает с теми, которые уже были выкинуты до этого? Нет, выкинуты нет, все их веса уже перейдешь ей. Она же может оказаться где-нибудь там между двумя поляковскими точками и поединяющими... Да, тут, в общем, на самом деле хорошей транзитивности тут нет. Но более-менее, в общем, реально... Действительно, если... Вот эти все точки мы уже выкинули. Вот все, что у нас осталось, вот это вот граница Парета. Вот мы новую включили, а она, скажем, выкинула вот эту вот. И сразу ей вес 17, поэтому, если она еще и плюс 1. А то есть она суммирует веса всех, кого она победила, все... Да, кого она победила веса, она суммирует. Вот, хорошо. Это, в общем, на самом деле это довольно спорная вещь, и она не будет иметь... Вот, собственно, последняя часть, которая, на самом деле, нужна для дела. Хорошо вы там Парета построили, но потом-то вы скажите одно решение, которое вы рекомендуете. Это вот то, что называется decision making. Вот этого вопроса о decision making касаться совершенно не буду, потому что это уже не математика, то есть... Или это совсем другая математика. А, ну вот... Честно, можно вот по этой картине? Да. Вот какой-то момент у вас получились точки социальных. Да. А, и что? И сами о чем не говорят? Ну, о чем-то говорят. Нет, ну, о чем? Какой результат можно изменить с этих весов? Ну, эстетический. То есть... Нет, у вас казалось, что вначале на высадку... Я уже сказал, что тут никаких четких утверждений нет. Это чисто эмоционально. Если много раз решали задачи, люди по разных исходных данных. И вот это решение, которое оказалось очень многих, которые используют. Ну, в общем, да. На самом деле... То есть, что новая задача поступает с какой-то... В общем... Но, в общем, тем не менее, это некий простой способ. Если вам нужно быстро дать ответ, а что же все-таки выбрать, то вы говорите, а вот эту с наибольшим весом и выберете. Ну, ничего. Ну, просто так. Что-то выбрать-то надо. Ладно. Это, я говорю, это немножко в сторону. Она у нас будет выполнять там чисто техническую роль. Да. Теперь, значит... Это вот на такую тему. Значит... Чего-то там начала не хватает. Ну, ладно. Ну, ладно, давайте. Значит, теперь, как бросать точки в каком-то простом множестве, в кубе, в кубе-шарике? Значит, есть как бы несколько альтернатив. Во-первых, если кубик, мы можем равномерную сетку, кубическую сетку. Ну, в двух вариантах можно... Граница может быть включена или не включена. Второй вариант – это случайно, равномерно бросать точки в этом множестве. И третий вариант – это такой очень популярный инженеров. Это так называемые L-PTAU последовательности или последовательности Соболя. Они были вообще придуманы для интегрирования многомерных функций. И они... Вот... Значит... Зачем... А тут... А тут... А тут... Значит, вот... Вот если у нас просто там, скажем, квадраты... Если мы точки там просто равномерно сетки, то, в общем, есть точки, у которых расстояние до точек сеток достаточно большое. В двумерном пространстве – это корень из двух, если единица расстояния между точками. А в благомерном пространстве – это, в общем говоря, гораздо более выразительно. Поэтому, на самом деле, эти точки довольно плохо приближают точки куба в смысле минимального расстояния. Тут максимум минимального расстояния от точки до точек сетки. И вот в связи с этим были придуманы некие другие... Это тоже детерминированные, так сказать, регулярные некоторые последовательные стыточек. Они вот такого сорта. Вот для них... Они задаются неким алгоритмом. И для них оказывается, что вот это вот... Минимум-максимум расстояние от точек кубика до них, значит, меньше, чем для... Другому принципу они делают. А? То же количество тоже? Да, но упаковки свои разные. Конечно, разные упаковки. Ну, возьмите, не скажешь, как упаковать. А чего это вас вызывает? По каким способам достигают все-таки? Ну, ясно, что кубическая решетка очень плохая. И что? А какая хорошая? А вот это и потому хорошая. С шестигранниками там? Ну, это двух штучек. Да и нет, столько же... Какие же эти граники многомерные? Ну, занесные такие. Магомерные. Неважно. Это, в общем, в сторону. У меня просто к тому, что такой способ есть. Он хорошо известен. И вот, в отличие от математики, всякие инженеры его знают. А? Не какая-то реагуляция. А? А? Не какая-то реагуляция. А? Просто записывается, нет. Это еще называется, посмотрите, Коутона-Собове. А? Коутона-Собове, да. Квази-мунте-карпове. 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 Получается, вообще, некая периодичность. Ну, неважно, в общем. Важно, что есть такие сетки, которые лучше кублические. Но они регулярные? Регулярные. В каком смысле? Ну, с решеткой или не решеткой? А что такое решетка? Пусть, пусть, пусть. Нет. Это набор точек в размерном кубе. Задаваемая формула. Ну, неважно. Я просто это к тому, что люди, которые... В общем, вот эти ЛПТО последуют мастер. А, кстати, алгоритмы это и есть в Матлабе. Мы просто взяли из Матлаба. Ну, это, грубо говоря, инженерные вещи, понимаете? Нет. Тем не менее, там есть оценки. Там есть оценки. Они связаны с равномерностью распределения точек в некоторых кубах, так сказать. Это очень долго. Говорите. Ну, вот долго я и не говорю. Тем более, я и не знаю. Но, в общем, я это к тому, что инженеры, когда набрасывают какие-то точки в куб, то они, как говорят, вот эти все сетки, это плохо. А вот это Соболевские последовательности... Только не от Соболева это идет, а от Соболя. И эти последовательности они хорошие. Так вот я... Что здесь сделано? Здесь мы набросали в исходном кубике... Тремя способами. Значит, кубическая сетка, случайные точки, равномерно случайные. И вот эти... Построили... Значит, набросали одно и то же количество... Миллион там точек. Вот они все. У нас двумерная, двумерная функция квадратическая. И построили паратовские множества данных функций. Ну, видно, что тут вообще все они были, наверное, одинаковые. Это просто пример... Тут, наверное, не доказательство никакое. Просто пример на тему о том, что все равно. Вот если... Вот при многомерном интегрировании, действительно, эти последовательности, в общем, иногда в форме хороши. А вот здесь не видно... И вот у вас вот эта третья явно резко отличается все-таки. Вот эта черненькая? Ну, коричневая какая-то там. Черненькая. Она одной точкой отличается. Ну, нет. Нет, одна точка. Она ниже всех ниже. Ниже? Ну, так. Ну, почему? Вот здесь она ниже. Нет. Если бы она была равномерно ниже... Хорошо. Ну, вот. Это я все на тему о том, что... Значит... Теперь. Это было, как говорилось, для куба, если мы набрасываем. Но у нас... Ну, даже если у нас не куб, а такое хорошее множество, как шар, то что можно было бы? Можно было бы набросать равномерно в кубе и оставить точки, которые лежат в нашем множественном условном шаре. Ну, известно, что тут отношение объемов шарика и описанного куба, оно исключительно быстро убывает. И уже для размера 7 мы, в общем, бросивши довольно много точек, ни одной не получим шарики. Вот, поэтому, значит, такие... обобщить правильные сетки, будь то или ПТАУ, или равномерно сетку на другие множества, не удается. Теперь... Это другое. То есть они вообще... Они потом сомкнутся... А, вот. Но это совсем про другое вообще. Я понял, да. Так. Ну, это вот опять, значит, вот у нас шарик, квадратичная функция, вот эти три множества. Ну, видите, здесь вообще тоже... И, главное, все они еще довольно далеки от истана. В общем, так что не стоит бороться за эти какие-то сетки. И, грубо говоря, что, значит, случайность лучше. Ну, и вот эта случайность, на эту тему мы уже много раз рассказывали, смена грязиная. Это, значит, метод, как равномерно бросать точки случайно в произвольных множествах. Типичный метод, это так называемый хитонран. Вот его идея. Мы берем начальную точку множества, берем случайное направление, берем пересечение этого луча с нашим множеством. И на этом отрезке следующую точку берем равномерное распределение случайно в случайное направление. Вот, и, значит, есть теорема о том, что такой метод распределения точек при таком методе, оно стремится к равномерному. Вот это результат работы этого метода для невыпуклого множества. Вот, кстати, значит, если множество невыпукло, то пересечение прямой линии с этим множеством, оно может состоять из нескольких кусков. Так вот, мы находим все эти пересечения и берем объединение этих отрезков и равномерно бросаем в них. Кстати, есть идея, как это сделать параллельно. То есть он будет иногда рождать потомков, и потомки будут это независимо рождать. Да, тут естественно, конечно. Можно опустить много начальных точек и пусть они живут там, своей жизнью. Вот, теперь, значит, есть методы и получше, значит, вот это, там, ну, это право приближения, там, всякие, с помощью, какие-то решения разных задач, с помощью каких-то нарабов, это неважно. Теперь, вот, есть метод, который мы назвали бильярдным блужданием, который получше этого кетонада, но это неважно. В общем, короче говоря, мораль такая, что, в отличие от всяких регулярных сеток, к случайной точке мы можем бросать множество довольно произвольной природы. И, в общем, и совершенно независимо от размерности. И поэтому, значит, мы всегда, в общем-то, на Ханты-Карловске это будем дальше определять. Вот, теперь основная, как сказать, хорошо, мы построили, вот, скажем, набросали сначала точки, выбрали из них, потом получили вот эту дискретную границу. Вот такая вот корректность. Она плохая, как мы видим, нам ее нужно уточнять. Как уточнять? Ну, это ключевое место. Это, значит, идея, которая в оптимизации есть такой, называется, метод доверительной области. В чем он заключается? В общем, мы находимся в какой-то точке, которая является приближением к решению. Мы берем аппроксимацию нашей функции, линейную или квадратичную аппроксимацию нашей функции. И берем маленький, там, шарик или кубик вокруг нашей точки и решаем задачу минимизации вот этой линейной квадратичной функции на этой доверительной области. Если там все хорошо, то есть функция убыла, все, то это и будет наше следующее приближение. Очень простой идейный метод. Так вот здесь предлагается делать ровно то же самое. Значит, причем мы будем говорить в основном о линейных приближениях. Наша задача, значит, многокритериальная оптимизация функции R. Вот мы находимся в какой-то точке, которая является приближением границы Паретта. Она попала в эту дискретную границу. Дальше мы что говорим? Мы говорим, давайте возьмем метр и кубик в окрестности этой точки. Ну, этот кубик, нам лучше нужно взять пересечение с исходным кубиком. И, значит, возьмем линейную аппроксимацию этих функций. Мы будем считать, что мы умеем вычислять производные. И это, значит, матрица первых производных. И будем решать для разных целей линейные задачи, вот такую минимизацию. Поскольку вообще у нас все выпукло в этом случае, то все это хорошо. Вот эту самую скалеризацию. Что такое C? C, значит, смотрите, мы когда… Как вообще, вот если бы у нас было выпукло множество Паретта, если бы вообще образ нашего… Вот, значит, у нас задача такая. У нас есть исходное множество Паретта. У нас есть отображение, да. Вот мы берем… Пусть R большое – это образ нашего множества при таком отображении. Ну, так и было. Теперь мы хотим вообще его границу описать. Чтобы описать его границу, если это множество выпуклое, то будет достаточно решать линейные задачи минимизации на этом множестве. Так? И они и опишут решение линейных задач. Если мы умеем решать задачи минимизации на таком множестве, то вот все в порядке. Значит, ну, мы наберем достаточное количество этих линейных функций и построим достаточное количество точек на границе. Теперь точки Паретта – это те, у которых употребляют этот реактор С. Он меньше или равен нуля. Вот. Вот и все. Поэтому, значит, мы, по ходу дела, нам придется много раз решать такую задачу. Но счастливым образом… С разными С. С разными С, да. Но счастливым образом решение задачи минимизации линейных функций на кубике, она вообще ничего не требует, у нее цвет прямой. Если, скажем, у нас есть кубик, плюс-минус единица. Каждая компонент у нас плюс-минус единица. И у нас есть линейная функция. Как минимизировать ее на кубике? Мы смотрим компоненты этого РЦ. Если они отрицательные, то решение минус – это минус. То есть, если положительные, то плюс 1. То есть, просто ответом является сигнал С. То есть, решение таких вот задач. А вот это вот множество пересечений – это опять же бокс. Это кубик, по-русски сказать бокс – это не знаю, нет хорошего слова. Иногда говорят кирпич, чтобы мог позвучить. Значит, это прямоугольный параллелепид. Он говорит прямоугольный параллелепид. Убедно, по-английски есть хорошее слово бокс. А по-русски – коробка. А? Что по-русски – коробка. Что по-русски – коробка. Коробка. Ну, вообще можно говорить – коробка, да. Но как-то все-таки не звучит. Но, короче говоря, вот эту задачу мы решаем в явной форме. То есть, значит, в чем мораль? Мораль в том, что если мы строим такие локальные аппроксимации, и решаем, строим задачу Паретовское множество для локальной аппроксимации, то мы эти точки введем в множество Паретов, и все будет хорошо. Ладно, теперь вот результаты некоторых вычислений. Это, значит, есть такой набор задач, которые, так сказать, по-английски говорят, бенчмаркс. Такие классические тестовые задачи для многокорритериальной оптимизации. Они предложили нам вот такие задачи. Вообще, на самом деле, задачи неудачные. Ну, что делать? Очень плохие. Одна линейная, одна вот такая сильно не линейная. А заодно и явная формула. Значит, множество наших 30-мерный кубик. Ну, как раз размерность тут можно менять спокойно. И, значит, Паретовское множество тут явно вычисляется. И вот теперь, значит, что мы делаем. Мы для этой задачи... Значит, первое, вот эти синие точки, это результаты наброса просто, равномерного наброса в 30-мерный кубик. Значит, истинное Паретовское множество. Да, это вот две функции, F1 и F2. Это пространство вот этих образов. Значит, вот истинное Паретовское множество. Вот оно тут проступает в черное. Это черное множество. Вот. Вы видите, что когда мы набросали... Ну, правда, не так много точек набросали 10 тысяч, но тем не менее. На 10 тысяч, вот их планин Паретовская аппроксимация. Паретовское множество этих точек. А дальше мы делаем вот что. Мы берем точки. Причем вообще, чтобы... Их может быть довольно много, этих Паретовских точек. Мы тогда отбираем точки с большими вот этими триппами. Это единственный раз, когда я здесь понял. Ну, как бы наиболее перспективные точки. В окрестности каждой точки мы решаем вот такую локальную задачу, о которой я говорил. И сдвигаем нашу границу, добавляя вот эти новые точки в Паретовское приближение. И вот после нескольких итераций, а после десяти все-таки итераций, Вы видите, вот этим зеленым показана граница, которая построена. Она идеально... А куда-то далеко уйти? А? А куда-то далеко уйти? А вот так, сползаем, сползаем. А далеко? Да. Ну, это грубо говоря, да. Это не совсем градиентное, но в духе градиентного списка. Это тут же у нас не скалярная задача, но это реальная, мы как вот эти локальные аппаратические приближения. То есть это получается зеленое? Получается зеленое. Ну, очень хорошо. А настоящие черные? Настоящие черные. Ну, это для выпуклого случая. Это для выпуклого случая. Значит, вот, да. Ну, здесь нет. Это конкретная причина. А, да, да. Смотри на пример. Все-таки между черными там куча еще пустых мест, они, тем не менее, у вас образуются. Они... Это просто... Или просто... Ну, она... Она сплошная или черная? Она сплошная. Черная сплошная. И зеленая сплошная. Ну, она, конечно, зеленая не сплошная, потому что... Нет, зеленая это точечная, а черная сплошная. Черная сплошная. Она просто закрашена. Ну, там, когда... Краска там совпадала, там, вылезает. Видите, вообще, если приглядеться, как раз зеленая ступенчатая. Поэтому иногда проглядывает черная. Ну, вот. Теперь, вот, следующий там пример. Невыпуклая вот эта граница. Но... Я даже не привожу это к этому. Результат ровно тот же. Вообще, что хорошо, что мы можем... Первый взгляд кажется, что... Как-то, ну, отследим невыпуклую часть границ. Отказывается этот метод, потом и отслеживает. Ну, он локальный такой. Вот, и отслеживает. Я не буду приводить хороших примеров. А вот этот размер может что-то доказать или чисто... Ну, в общем, пока ничего не доказывает. Хотя, доказать тут, в общем, честно говоря, тут можно и доказать. Предположение гладкости этих функций, ограниченности там... Ну, и даже липши, там липши, так сказать, производные и так далее. В общем, грубо говоря, доказательства, вот как есть доказательства для... Вот этого метода Trust Region, метода доверительных областей, она нетрудная. И это, как бы, новый критериальный аналог. Вау, нетривиальности. Включились к этой нетривиальности в том, как по какой-то априорной информации о вот этом множестве выбирать вот эти боксы. То есть, их надо правильно, чтобы они были достаточно маленькие, а они, так сказать, и стремились. Да, ну, безусловно. Ну, вот, как бы, это... Вопросы, да, тоже, вот, методы доверительной области, какие там нам брать эти размеры, это доверительные... Значит, на самом деле, их можно легко настраивать, как бы, это делается так. Вот у нас есть линейная аппроксимация наших функций, а потом мы вычислим и истинные функции. Если разница между линейной аппроксимацией и истинной функций достаточно мала по сравнению с теми шагами, которые мы делали, то все... Адаптивным образом, похоже, работаем самым? Да, можно настраивать, да. Да, вот там у нас параметры, да, вот, например, значит, да, там вот... Вот это вот, размер этого кухня, вот это вот, его можно настраивать. Скажите, пожалуйста, оценки... Какие-то оценки можно получить точности? Нет. То есть, наверное, можно, но мы пока этого не знаем. Наша задача была посчитать, вообще, чтобы был хороший метод, и он... Но я вот... Чтобы быть честным, следующее... А, нет, это еще, чтобы быть нечестным. Значит, это результат вычисления того же примера всех классических алгоритмов. Я не знаю, что значит аббревиатура, это все, значит, вот... Тут вот... Ничего не видно, я понимаю, ну, потому что это переснятое из журнала картинка. Значит, это восемь самых знаменитых методов многокритериальной оптимизации, которые проводятся вот в этих статьях из Эксара, Деба и других. Вот, значит, результаты их работы. Вот для одного метода, для другого. Значит, вот один метод, там, очень-то на то же все сдал, вот такую границу Парета. Я, опять же, не могу сказать, вот, сколько там было вычислений функций даже, в равных ли именно условиях сравнивается, не знаю. Ну, видно, вот, что самый лучший метод, который называется СПЕР, он действительно вот, там, вот это вот снизу черное, а у него такие большие квадратики, он, в общем, почти дошел до истинного генерального спорта, ну, и как и наш метод на уровне. Вот. А теперь, хорошо, вот, значит, теперь трудный пример, да, потому что там, там, вот, видите, это четвертый пример оттуда, вот, там, первые три хорошо считаются. Вот, это пример такого же сорта, две функции, там, в трестинлярном пространстве, вот здесь добавлено, вот, такая сильно осценирующая функция, и от этого там все приобретает такой локальный характер, в общем, и мы, там, плохо, значит, работаем, ну, правда, и все методы, я не привожу там из этой статьи, но это, например, все методы плохо работают, значит, вот, просто вот, это поточечная аппарата, вот, в зеленом, это то, что мы там насчитали, и в черном, истинное, довольно далеко вообще. В общем, ей не удается дальше строиться. И, более того, тут, в общем, некие неприятные эффекты обнаруживаются, как бы, так сказать, иногда схлопывается эта граница, материальные, русские границы. Так что, ну, ладно. Ну, это, в общем, ладно, достаточно. Да, теперь, в общем, немножко для другой ситуации тот же подход. Значит, пусть теперь у нас наше множество не кубик, а шарик. Тогда мы вот тоже вот и эти маленькие локальные задачи тоже будем в виде шарика делать. И вот, значит, у нас множество, на которых нам нужно решать эти задачи. Линейные линейные функции на пересечении двух шариков, она решается в явном виде. Ну, и так же ответ тут дается задешево. Ну, и вот это, и ответ такого же. Типа, значит, здесь что? Вот мы наначали эту квадратичную функцию на шарике. Вот здесь чёрное не видно, но на самом деле это вот истинное множество аппарата. Я его уже, по-моему, демонстрировал. А вот зелёное, до чего мы дошли. И оно просто полностью перекрыло это чёрное. И что интересно здесь, что вот этот шарик не был такой кусок, очень хорошо проработался. Всё, по-моему, и успеет. Валерий Степанович, а вот, значит, если мы берём на какой-то фиксируем размерность, в котором мы строим это множество n, ты правильно понимаешь, что, в общем-то так, на вскидку, сложность такого алгоритма будет где-то единица на ε в степени n, где ε в самодоточность, которую мы хотим получить? Саша, это же очень хороший вопрос. Действительно. Быстрее же. Ну, скорее всего, на деле быстрее, но, в принципе, в каком-то ухудшем случае... Не знаю, вот это стоит вообще. Стоит подумать. Ну, пока это нельзя. Мы не пробуем. Гораздо быстрее. Ну, то есть тут я хочу сказать, что, ну, так есть ощущение, что с ростом размерности пространства, за счёт, так сказать, специфики, что мы на кубике развиваемся... А тут не развиваем, мы уже двигаемся потом, динамически. Не, не, может, когда развиваемся... Ну, в начале, а потом всё. Ну, не дороже всё вообще. Не знаю. А, ну чего? Ну, как-то, какой-то подвор двадцать семь из тридцати трех. Тридцать трех, а это бы нам уж опять... Ну, дайте я лучше тебе поговорю немножко словами. Значит, конечно, значит, вот эта часть, это просто про то, как можно численно строить множество проектов. Значит, я действительно не имею возможности здесь сравнить с многими известными алгоритмами, потому что алгоритмов очень много, и действительно, люди... Есть десятки книг просто про новую кольтериальную оптимизацию, где очень большое внимание вот уделяется тому, как строят множество аппаратов. Значит, чем, мне кажется, здесь... Что здесь новое? Во-первых, новое то, что для квадратичных функций удается аналитически построить множество аппарата, и это, в общем, довольно нетривиальная вещь, поскольку это множество аппарата очень изощренно как бы устроено. Вообще, надо сказать, множество образов, множеств при квадратичных отображениях это необычайно красивые картинки получаются. Вот просто образ шара при там двумедном квадратичном отображении, то есть какое там разнообразие форм, это вообще не поверишь, не поверишь глазам. Так вот, в этом случае, значит, удается аналитически это построить. Теперь для линейной аппроксимации тоже удается аналитически построить, причем мы там даже не поточечно можем, а прямо вот, как было нарисовано, такая граница многогранник, так сказать, локальный многогранник строится. Так что вот то, что можно для простых случаев построить, вот точно именно, что порядок, это вот именно американский локальный. Второе, вот использование вот этой идеи метода доверительных областей для многокритериальной оптимизации, оно тоже, в общем, выглядит довольно естественно и довольно продуктивно. И оно, в частности, позволяет отслеживать невыпуклые куски. Теперь, если вы меня после этого спросите, ну и что, как же решать многокритериальные задачи? Оптимизация, я скажу, совершенно ничего не надо, я не знаю. Кроме вот этого рипа, которое есть, некое произвольное волонтаристское решение. Как это делать? Я не знаю, но мне не хочется. На эту тему опять-таки написаны книжки, в частности, работавший в нашем институте Борис Абрамович Березовский, он писал книжки на тему на протеальной оптимизации. И написался. И диссертация докторская была на эту тему. Так что, в общем, есть большие авторитетии в этой области. Я совершенно не хочу туда вторгаться. Но вообще я просто хотел сказать, что у нас на семинаре много было разговоров про обычную оптимизацию, искаляне, например. Но, по-моему, на самом этом семинаре мы ни разу не слушали докладов про новую критериальную оптимизацию. Это было, по-моему, интересно. Тут, видите, есть полная своя какая-то математика. Не очень такая хитрая, но там нет. Ну, ладно. Ну, тоже вы видите, что здесь. Значит, если вопрос, пожалуйста. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы могли бы осветить поподробнее вопрос с аналитическим построением множества аппаратов для квадратичных функций. Это по-моему. Смотри. Значит, делается это вот как. Вот так. Значит, вот у нас есть функция F, F – это векторная функция с компонентами афогенной 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 афогенной. И каждая F, F – это квадратичная функция. Причем, какие здесь матрицы, абсолютно не обязательно, потому что они были знаков ремиона, как раз скорее, какие-то, просто, задаются, да, селепричная мотрица, и все. Значит, и это… Ну, давайте начнем. Значит, и множество Q у нас – это что? Ну, для высоты с центром нуля. А я вкину, что… То есть, смотрите, что говорится. Вот в этой теореме, но я все-таки привел бы ее назвать теоремой Куна-Тайкера. Значит, что если наша точка является точкой Парета, то тогда найдутся такие множества Белогранжа. Да, и вот здесь они… Знака у них… Вот для Парета, значит, если бы мы вообще просто всю границу множества строили, то есть… Оказывается, это все ровно то же самое, та же теорема была бы, но только не было бы этого условия, что эта наша Белогранжа имеет знак определенный. Значит, если Y вообще в то время гранит все пространство, то мы построим вообще границу множества. Так вот, что у этой функции Белогранжа производное… Что линейными свертками… Линейными свертками критериев… Да, линейными свертками критериев, но… Это не точка минимума. Вот в чем фокус, понимаете? Это не точка минимума. А если Паретовская точка не… так сказать, не является, не описывается вот линейной сверткой? Она обязательно описывается. Значит, вот эта… Локально может быть. Локально. Вот она… Вот смотрите… В чем заключается, что если у нас точка Парета, то найдутся множества Логранжа, такие, что вот эта производная является нормалью… Ну, то есть локально, да? У вас… И вся игра на этой локально… Это необходимое условие. Это не точка… Вот я здесь как раз подчеркнул. Мы не решаем задачу минимума вот этой линейности. Красиво, конечно. Это совсем… На самом деле это элементарно, но вот как-то, по-видимому, этим… Я не увидел, что где-то этим пользовались. И тогда смотрите сначала. Вот мы это прилагаем конкретно… Вот конкретно это квадратичная задача. Значит, мы берем эту свертку с игроками. Мы получаем вот эту нашу функцию под такого вида. Это матрица… Это вот свертки этих матриц… Это свертки вот этих… Вот… Теперь… Вот… 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 Мы… Взяли и зафиксировали. Мы тогда… Получилось, что это условие… Вот… Что… Это является нормальным. Оно записывается только… В таком виде… Потому что нормаль… К… К шарику… Это… Это… Просто сам вектор… И… Значит… То есть… Мы получили вот такое выравнивание… Но… Эта точка должна лежать… Ну… На границе… Там еще есть возможность… Что внутренняя точка отображается… В точку Парета… Это… Давайте я… Это… Это легко… Как раз более легкий случай… Теперь вот она лежит на границе… Значит… Ее норма равна 1… Мы получаем… Вот такое выравнение… Значит… При фиксированном метрике здесь одна переменная лямбда… Это скалярное уравнение с одним… С одним переменным… И… Функция эта довольно плохая… Но тем не менее… Вот… Вот она здесь нарисована… В других координатах… Уже… В собственных векторах… Так сказать… А… Мы… Дальше численно… Вот эти вот… Вот… Значит… Вот такие вот функции… Здесь… И мы… Найти вот эти точки пересечения… Это не… Несложно вычислить… И… Тем самым… Мы вычисляем вот это икс… Так вот это икс… Вы видите… Одному… Одной линейной функции отвечает много иксов… Много этих точек пересечения… И… И… Это… Много… И… Вообще говоря… Вот… Вот… Смотрите… Вот… Пусть наш… Образ нашего носа такой… Вы взяли линейную функцию… Вот… Если бы мы просто… Линей… Не искали… Ну… Вот… Скажем… А так… Мы находим три точки… Из этого… Из этого выравнения… И эти три точки… Есть… Вели лишние точки… Может быть… Про эту точку… Это еще вопрос… Она… Про это или не про это… Зависит от того… Какой здесь уголок… То есть… Да… И… И… Ну… И… Поэтому… Мы некоторые из этих точек… Потом выбросили… Скажем дальше… Вот так вот… Скажем дальше… На предыдущий слайд вернуться… Да… Мы находим… Лабды как решение равного… Да… Норма… Получается… Лабда зависит от… Да… Правильно? А вот… И потом мы строим… Лабда… Нет… Мы перебираем… Игроки… Значит… Каким вот способом… Да… Мы берем много игроков… Мы минерируем… Для каждого игрока… Мы берем… То есть… Ну… Как обычно в методе скаляризации делается… Мы берем… Разные скалярные функции… Там мы решаем одномерные задачи… Не одномерные… Просто… Задачи минимизации… С одной функцией… И берем эти точки… Здесь мы… Вот… Тоже… На каждой… Линейной аппоксимации… Мы… Насходим… Вообще… Наверное… Несколько… Границ… И это… И позволяет нам… Скажем… Не будет… Вы… Границ… То есть… Грубо говоря… Здесь… Мы сжимаем… Множество… Все множество… Достижимых… Сочетаний… Критериев… Сильно сжимаем… Так что… Получаем… Границ… 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 Ну… Собственно… Ведь та же ситуация… В задачах… Просто… Минимизации… Мы пишем там… Скажем… Правила… Или… Просто… Пишем… Производное… Роднодоле… Находим точку… Которая… Границ… Границ… Точка… А… Точка… Ну… Вообще… Получается… Получается… Красивая вещь… Что… Вот… Говорят… Что… Линейная скариализация… Не описывает… Множество порывов… Из вашего подхода… Следует… Описывать… Если брать… Локальные… Да… Да… Совершенно верно… Что… Вот та задача… Ее нужно не… Не задачу на минимум решать… А… Белыч… В каком смысле это аналитический метод? Это все-таки… Тоже численное… Ну… Смотрите… Ну… Смотрите… 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 Ну… Вот… Ну… Да… Нет… Это… Полу… Ну… Как бы тут… Действительно… Нет… 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 Действительно… Мы не пишем формулу, описывающую всю границу… Вернее… Мы ее пишем параметрической формулой через эти Y… На самом деле мы берем некую сетку по лидеркам… Решаем вот эти задачи… Находим вот эти… И поточечную аппроцимацию… Аппроцимацию… Можете… Пожалуйста… Ну… Вы правы… Конечно… Вы здесь говорите… А галактически… Это… 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 Ну… Ну… Ладно… Ну… Тогда… Вам, собственно… Спасибо… Аплодисменты… 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 Продолжение следует...